А теперь давайте посчитаем. Речь пойдет о доходах и расходах, но сразу скажу, что цифры не особо радуют и вызывают много вопросов. По данным Росстата, с января по марта доходы населения страны упали на 3,6%. Это если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года. В целом за прошлый год россияне обеднели на 3%. Цифра очень подозрительная, говорят экономисты. Она выглядит как-то достаточно абсурдно. Она не согласуется ни с теми цифрами, которые давал Росстат. Допустим, по итогам второго квартала они давали снижение доходов порядка 15%. И чтобы выйти на 3% по итогам года, нужно очень серьезно иметь рост доходов в третьем квартале, в четвертом. Учитывая то, что у нас была и вторая волна, это просто статистически, на мой взгляд, не объяснимо. А кировщане, оказывается, живут очень хорошо. По информации Кировстата, средняя зарплата в регионе за январь-февраль составила 32 тысячи 18 рублей. И по сравнению с зимой прошлого года выросла на 5,9%. Наиболее высокая заработная плата в январе-феврале текущего года сложилась в финансовой и страховой сферах деятельности. В этих сферах заработная плата сложилась на уровне 48 тысяч рублей. Это самый высокий показатель в области. В образовании на 8% увеличилась заработная плата. В здравоохранении увеличилась на 7% заработная плата. Если вернуться к общероссийской статистике, то основная причина падения доходов населения – это инфляция. Согласно Росстату, цены поднялись на 5,55%. Это максимальный рост с 2016 года. А еще россияне стали активно брать кредиты. По данным Банка России, на 1 марта портфель банковских кредитов в физлиц вырос на 15,6%. По итогам марта банки выдали кредиты на 304 миллиарда рублей. Это максимальный за два года объем потребительских займов. «Россияне берут эти кредиты для того, чтобы компенсировать вот эти самые уменьшившиеся доходы. Людям не хватает зарплаты, текущих доходов для того, чтобы решить те вопросы, которые необходимо решать. И они решают их при помощи заемных средств. И даже вот я смотрел по статистике, проводился опрос, если брать кредитные карты, то 75% в целом расходов по ним – это расходы на продукты питания». Но есть и хорошие новости, связанные с деньгами. Сегодня премьер-министр Михаил Мишустин поручил до 17 августа выплатить семьям с детьми по 10 тысяч рублей. Эти средства помогут родителям собрать детей в школу. Продолжение следует...